ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Трудно найти автомобилиста, который на наших дорогах ни разу не гнул диск или не пробивал колесо. Это, пожалуй, настоящее национальное бедствие. А сколько пострадавших добились компенсации? Единицы. Группа депутатов Госдумы предложила упростить процедуру возмещения ущерба при таких инцидентах. Она хочет придать им статус судебного приказа. Это такая штука, когда мировой судья может довольно быстро вынести решение без присутствия сторон. Есть верхняя планка ущерба – полмиллиона рублей. ТРАССА СТО ОДИН Страховщики клянутся. Мобильное приложение помощника САГО заработает по всей стране в ноябре. До настоящего момента воспользоваться им можно было только в столицах, а также в Татарстане. Это были пилотные регионы. Сервис позволяет самостоятельно оформить незначительное ДТП, Европротокол, с отправкой всех необходимых документов, включая электронные извещения о дорожно-транспортном происшествии. Впрочем, многие специалисты сомневаются в том, что мы будем в восторге от данного продукта. ТРАССА СТО ОДИН В госавтоинспекции рассказали, как собираются уменьшать количество погибших на дорогах пешеходов. В прошлом году таковых было по всей стране порядка пяти тысяч. Ставку ГИБДД сделает на следующие меры. Ограничение скорости транспортных средств вблизи переходов и в жилых районах. Установка камер, которые фиксируют непропуск пеших граждан. Об устройстве искусственных неровностей и шумовых полос. Увеличение уровня освещенности переходов. Запрет остановки и стоянки транспортных средств рядом с зеброй. ТРАССА СТО ОДИН Очередной опрос россиян показал, что большинство из них при выборе нового автомобиля ориентируется на уровень потребления топлива. Чем он меньше, тем лучше. Данный вариант ответа выбрали 44% респондентов. Второй по популярности ответ – безопасность. Далее идут внешний вид, размеры машины и марка. Мужчин при этом чаще интересует тип горючего – бензин или солярка. А женщин – габариты авто. ТРАССА СТО ОДИН В Воронеже придумали прибор для обеззараживания воздуха в автомобиле. На него уже есть большие планы – установка в такси и каршеринговых машинах. По словам разработчиков, принцип действия устройства основан на способности ультрафиолета уничтожать бактерии и вирусы. Кроме того, когда нет людей, аппарат может, цитирую, «обеззараживать облучаемую поверхность». Слово-то какое страшное – облучаемую. Известна и приблизительная стоимость прибора – от 50 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.